Во дворце спорта в этот день не просто праздничная атмосфера. Сама весна пробралась в его стены и заставила творить чудеса. На глазах женщины становились красивее, и в этом им помогали опытные стилисты. Полно делаем чуть-чуть слегка, чтобы был объемчик у нее. Да. А много уже сегодня женщин прекрасными сделали? Да. Сколько? Ой, не помню, честно. Тут же руками мастеров создавались цветочные бутоньерки и вручались дамам. Но, оказывается, для праздничного строения многого не надо. Любви вам, тепла, уюта, понимания от близких, всего самого доброго. Вот вам дарю вот это, не потеряйте. Спасибо вам большое. Впрочем, цветок к 8 марта в виде броши можно было сделать и самому. За специально подготовленными столами все необходимое для творчества, а рядом педагог, который научит. 15-20 минут. У детей, я думаю, что будет немножко подольше, более такая кропотливая работа. Я работаю в детском саду и как раз буду применять эти новые новшества. Каждая из дам могла сделать фото на память у яркого баннера. Одна или с подругами. А те, кто хотели почувствовать себя королевами в полном смысле, делали фото с Тамптоморезкой. Но чем не королевы? В Дворце спорта на празднике, посвященном грядущему 8 марта, можно было проконсультироваться с медиками, измерить глазное давление и артериальное, а также проверить уровень сахара в крови. Здравствуйте. Добрый день. Можно? Конечно. Проверится. Можно. А мужчины, пришедшие на праздник, уже были готовы сказать самые теплые слова всем женщинам. Казалось бы, в слове «мама» всего четыре буквы, но насколько эти буквы, они дорогие и близки к каждому человеку. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас не забывал это слово и почаще звонил своим родителям и говорил, что мы их любим. Глава муниципалитета Алексей Спаский поздравил женщин со сцены, открывая тем самым торжественную часть мероприятия. День 8 марта – это некая такая возможность для женщины стать еще красивее. А для нас, мужчин, наверное, на мгновение остановиться, искупать их в волнах, в лучах любви и насладиться всем этим великолепием. И я хочу пожелать каждой из здесь присутствующих женщин, всем женщинам городского округа обязательно быть счастливыми, обязательно становиться еще привлекательнее, обязательно чаще улыбаться, обязательно любить и быть любимыми. Отдельные слова восхищения Алексей Петрович выразил женщинам-ветеранам. Которые наравне с мужчинами в годы войны и в послевоенное время сделали многое для сегодняшнего благополучия своих детей и внуков. Виновниц торжества поздравили также депутат Московской областной думы Владимир Жук и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. А сменившие их артисты в песнях воспели красоту женщин и ту любовь, которую они заслуживают. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кушелева. Видное ТВ.